Так, друзья, всем привет! С вами Горбунов Сергей и Горбунов Глеб. У нас радостное событие. Значит, появилась у нас новая техника. Это у нас робот-пылесос. Не простой робот-пылесос, а робот-пылесос с специальным отсеком, который всю пыль из самого устройства собирает специальный мешок. Тем самым мы долго можем его не опустошать и не убирать. Значит, моделька называется iLife T20S. То есть, технические характеристики мы сейчас давать не будем. Это скучно. Технические характеристики вы всегда можете посмотреть в интернете. Мы будем смотреть наши визуальные характеристики, распаковывать его тяжело. Опа! Открываем. Ну, будем сразу. Сразу мы видим тут у нас инструкция на глянцевой бумаге. Инструкция у нас полностью на английском. Разберемся. Так. Еще один какой-то буклетик. С изображением робота-пылесоса. Ты английский хорошо знаешь? О! А тут гарантия. Гарантия, кстати, на русском языке. Видом сверху. Да. То есть, тут написано гарантийный случай, обеспечение защиты, телефон сервисной службы, поддержки и электронной почты. В комплекте... Две. Две щетки. Значит, насадка для влажной уборки и дополнительная губочка. Фильтр, скорее всего, это запасной фильтр. Чистилка, да. То есть, тут грабельки такие есть. И, соответственно, сеточка. Не сеточка, а кисточка, да? И сам роботик. Давай. Ой, пап. Давай, помогу. Помоги, пожалуйста. Ой, здоровенная фигня у нас. Вот это таблетка. Ну что, смотрим? Поднимай, а я тяню. О! И это у нас... Это у нас бумажечка. Друзья, ну, смотри, как тебе. О, вау. Знаете, у него такой какой-то космический цвет, очень сейчас модный, как такой какой-то шлифованный алюминий, что ли. И главное, бывает, знаете, очень часто оставляют отпечатки вот люди. Вот тут вот сейчас вот я пробую, вот, в принципе, отпечатков нет. Вы знаете, это как будто стекло. Да. А ощущение, что... Да, а это и есть стекло. Да. Вот это вообще, это какой-то пластик шершавый такой. Вот, даже можете слышать. Ну да, тут пластик. Но само очень исполнение хорошее. Так, тут у нас... Подвесочка, а как? Это бампер, так называемый, да, амортизатор. Тут у него есть какое-то окошко, наверное, для этих... Лидар, поносной контакты для зарядки. И, скорее всего, отсюда он будет всю пыль в док-станцию переплевывать. Да, боковые еще у нас здесь какие-то есть. Скорее всего, какие-то воздухозаборники. А, это датчики, датчики. То есть он будет вот так понимать, типа парктроника. Да, я даже тут пока еще не знаю. Динамики, динамики. Ну, в общем, друзья, очень-очень-очень. И датчики для зрения вот в этой штуке стоят. Лидар называется. Он вот так крутится и идет, получается, как это называется, лазерный вот этот вот. То есть он постоянно сканирует помещение и понимает, куда ему ехать, куда нет. Две кнопки, соответственно, включение и домой. Кнопки тоже очень такие приятные. Они такие немножко шероховатые на ощупь. Блин, ну, вообще крутой. И плюс мне еще понравилось то, что тут есть очень демпферная лента такая мягкая, чтобы вашу дорогую мебель не испортил робот-пылесос. Если вдруг что-то там произойдет и он врежется. Пока с самим пылесосом разобрались, давай дальше смотреть. У нас тут идет запасной, скорее всего, вот такой вот пакетик. Это как раз мусорный, куда будет собираться весь мусор. Сразу я вам покажу, откуда я ее вытащил. Вот оцените, пожалуйста, какая коробка, в которой он лежал. То есть он лежал в ней. То есть противоударная. Видите, какие штуки? То есть при транспортировке ничего ему не случится. Вот сам робот-пылесос вот тоже. Такой вот защитный лежал в кейсе, можно так сказать, на его. Вот. Ну, значит, он выполнен в таком же цвете. Какой-то вот такой серый графит, как и сам пылесос. Тут уже эта штука открывается. И тут еще один мешок. Тут он уже заправлен. Да, он уже заправлен. Все стоит. Тут у нас есть инструкция. Такие вот доводчики. Очень четко открываются. Тут у нас идут уплотнители. Такие резиновые, мягкие, чтобы, наверное, была герметичность. Плюс уплотнители я чувствую уже это, когда вращаю его, пытаюсь вращать. У него вот внизу тоже есть такие, как силиконовые, такие зацепы. И, соответственно, он всегда у вас на полу, даже на каком-то кафельном, будет стоять. Очень устойчиво. Не будет его робот-пылесос тащить за собой или куда-то стаскивать. Единственное, его нужно поставить вплотную к стене. И чтобы было как минимум полметра с каждой стороны до стены было. А вот заднюю часть вплотную к стене. Так, тут у нас... Порядинное устройство. Кстати, так хорошо сложено. И вот это круто. Где-то метр восемьдесят, наверное. Вот эти выпивающие. Около полутора метра точно, да, полтора метра. Можно, в общем, излишек, если, допустим, не надо вам. Рядом с розеткой у вас все это стоит. Можно намотать. И, соответственно, его не будет видно. Тут качество самого кабеля. Очень мягкий кабель такой. Да. Пластичный, хороший. То есть штекер хороший. Кстати, заметил, что мы вот сколько его лапали руками. В принципе, вот я не вижу отпечатков. Кстати, друзья, очень легко вынимаются и устанавливаются сами эти мешочки. Мешочки две штуки. Я думаю, будет время, если его хватает достаточно надолго. Плюс еще у нас есть такой же в комплекте. Будет время докупить еще комплект. Тут, смотрите, вот этот вот плотный такой картон. И он устанавливается в специальный отсек. И все, защелкивается. И больше ничего не нужно. И тут вот есть специальная удобная вот эта вот штучка для того, чтобы все это вытащить. То есть не ошибетесь. Не ошибетесь в установке. Главное, чтобы она как карта в картоприемник зашла. И все. Так, друзья, вид снизу. Смотрите, тут еще дополнительные какие-то датчики стоят. Это у нас разъем под щетку. Одна щетка у нас запасная. Колеса ребристые, мягкие. Очень приятные. И они не будут ни в коем случае ничего царапать. Само колесико, которое вращает пылесос. Тут у нас идет, пожалуйста, щеточка. Так. Оп. Щеточка разборная. То есть можно ее разбирать, мыть, что очень приятно. Друзья, оставим щетку. Она, я думал, уж побежал за отверткой. Думал, надо пос... Надо приятно. Тут без разницы, как, наверное, ее ставить. Да. В общем, просто ставим... Сейчас. Давай я попробую. И это не вставляется. Все. О, ну вот это техника. Ставим щетку. Ставь. Так, друзья, смотрите, как интересно она ставится. Тут как будто идут еще дополнительно магниты. Видите как? Смотрите как. Оп. И все. Но при этом... При этом у нас есть механические зацепы. Не только магниты. То есть без вот... Того, чтобы отжать вот эти два фиксатора, мы не снимем. Обязательно нужно... Вот видите, она как стоит. А магниты придают просто, ну, более такой удобный, смотрите, щелчок для эстетов. Все. У нас щетка установлена. Соответственно, тряпка для влажной уборки тоже установлена. Друзья, как еще воду залить? Сейчас надо подумать, посмотреть. Так, друзья, как открывать? Мы разобрались с Глебом. Вот так вот нажимаем на эту кнопочку. И открывается так называемый багажный отсек. Вот здесь можно чистить его. Да, можно чистить вручную. А сюда наливается вода. Да, это резервуар для воды. А это резервуар для сборки пыли. Да, тут резервуар для сборки пыли. То есть можно не только... Так, слушай, смотри, как он у меня открылся. Так, это резервуар для сбора воды. Тут у нас открывается, наверное, чтобы все это прочистить. Резервуар для сборки пыли. И тут у нас вот как раз замена самого фильтра. Фильтр меняется очень легко. И тут специальный у нас еще дополнительный вот этот вот черный фильтр. Вот. Турелико убирается. Все. Все. Выключай. Да, давай. Так, друзья. Вот подключили, смотрите. Мигает зеленая. Индикации очень красивые. Так, друзья. Вообще нужно по инструкции вот тут вот оставлять полметра. У нас где-то сантиметров, наверное, 25. Сейчас посмотрим, если в этом месте не получится его установить, то если он будет путаться, то, соответственно, мы его переместим в другое место, более подходящее. Отдвигать больше, соответственно, тут мы не можем, потому что у нас проем дверной идет. Ставим пылесос на свое единичное место. Если тут ему не хватит места, то переставим в другую комнату. Пап, ты говорил мужский, не волос, он говорил. Так, это английский. Все, смотрите, сейчас у нас пошла зарядка. Говорит по умолчанию на английском. И мигает, видите, таким оранжевым. И кнопочка сама мигает, и тут мигает. Больцом по-русски, будь женским, говорите. Так, в следующем действии мы устанавливаем приложение. App Connection. Называется I Love Clean. Тут есть у нас, соответственно, QR-код. И, соответственно, инструкция на английском, как установить приложение. Надеюсь, что приложение будет на русском. Итак, друзья, чтобы подключить его к Wi-Fi, нужно что-то сделать. Во-первых, нужно скачать приложение. После этого мы в приложении вручную находим нашу модель пылесоса T20S. Выбираем ее. Приложение просит подключиться нас к Wi-Fi, домашней роутеру. Роутер автоматически, она сама находит приложение. Мы только вводим пароль. После того, как пароль ввели, мы уже подходим непосредственно к пылесосу. Выключаем его. У меня вот на станции, пока он заряжался, я не смог выключить. Я его отодвинул от станции. И после этого долгим нажатием я его выключил. Потом заново включил, он заговорил. И после этого, соответственно, мы уже ориентируемся на инструкции самого приложения. То есть, приложение значит, говорит, что нам нужно зажать вот эти две кнопочки, то есть, питание и домой, более чем на 3 секунды. После этого он что-то скажет там по-английски, что он сбросил настройки. И после этого он включает Wi-Fi, трансляцию своей точки доступа. Мы к ней подключаемся на телефоне в приложении, без пароля. После чего нажимаем следующую задачу, и он в течение минуты находит и подключается к нашей домашней сети. То есть, без каких-либо танцев с бубном это происходит. После этого мы заходим в настройки, меняем язык при необходимости. Женский, английский, либо мужской, русский. Пока только два варианта есть. После этого, в принципе, нужно дождаться, пока у нас будет произведена зарядка. У меня где-то зарядка была наполовину заряжена. Вот сейчас он заряжает 62%, и после этого он только будет строить уже непосредственно карту. Карту самой местности, так сказать, разведка боем. После этого уже мы какие-то можем делать настройки. Приложение очень стандартное оно идет, но в то же время удобное, понятное. Единственное, там есть функция, сколько раз он будет убирать пыль из самого пылесоса. То есть, после каждой уборки, после двух уборок, после трех уборок, после четырех уборок. Либо никогда. И мы можем туда зайти и вручную уже нажать на кнопочку, чтобы, соответственно, сработал вот этот вот пылесос. Сейчас все это дело посмотрим. Сейчас он у нас зарядится. Мы разберем нашу местность и, соответственно, откроем все комнаты. И пусть он строит карту. Посмотрим, как это он делает. Так, заполняем резервуар водой. Да, заполняем. Итак, друзья, буду устанавливать вот этот отсек, резервуар. Для этого надо нажать на эту кнопку и ставлю. Кляпка для влажной уборки установлена. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прошелся по периметру Одну комнату он у нас уже закончил Очень долго там все осваивал Потому что там Достаточно сложный въезд Там у нас Идет стол Тут вот он везде прошелся Под креслом прошелся Вот тут вот у нас То есть тоже сложное Так, сейчас он вышел С самого зла И обратно туда поехал Так Все, начал уже мыть основной пол Все Как и движение тряпкой Получается Имитация идет Смотрите как Все, он Он с первым делом прошел Все углы По периметру И теперь видите Он уже Едет Имитация Такой тряпочки Вот в маленьком помещении Наглядно это видно Потому что тут никаких Нет препятствий Все Так, вы смотрите Как безошибочно Он находит Выход Выход из помещения Прямо сразу едет В дверной проем Так Наверное в третью комнату Поехал Ну, говорит Дверь не до конца Открыта Надо ее вот так вот Толкнуть Так, смотрим Как проходят узкие места Там у нас еще идет Видите Книжка лежит Ага Так Все Прошел Пошел параллельно кровати По факту Сейчас как он пойдет Другое узкое место Где у нас шторы Пойдет он туда Или не пойдет Так, ну и друзья Вот он опять пошел Как сказать Видите имитация Вот этих движений Шваброй или тряпкой Вот он выбрал себе зону До определенной плиточки Вон там И соответственно Вот уже идет Дальше туда поедет Не поедет Посмотрим сейчас Вот видите Прямо четко Он сначала заходит В помещение Делает контур По кругу И после этого Он уже не доходя До краев Делает вот такие Волнообразные движения Смотрите как Все, закончу Так Так Дальше Дальше Начал опять Видите Выбрал контур Сейчас интересно Как он там будет Ехать Нет Он туда не пойдет Потому что Боится Наехать на шторы Тут шторы Видите Они немножко Уже Лежат На полу Но он их Объезжает В принципе Все Не поехал В ту область Потому что Тут видите Узкое для него Пространство Не пошел Дабы не запутаться Так И пошел По своему маршруту Привычному По кругу Там цветок Сейчас посмотрим Как он цветок Будет объезжать Ага Не пошел он до цветка Он определил Видите Контур Вот пока тут Дальше Сейчас Пошел он дальше По контуру Дивана И сейчас Будем смотреть Насколько Дальний контур Он определит Для себя Вот тут Вот тут У нас Велотренажер Стоит Вот так вот Начал объезжать Аккуратно Аккуратно Он объезжает Препятствую Все Вообще Проблем нет С аккуратностью У него Тут у нас Игрушки Сейчас посмотрим Как он Пройдет По игрушкам Выпьем Выпьем Свет Заодно Так вот Он определил Для себя Контур И сейчас Вот он Он его Определил Он сейчас Будет Скорее всего Мыть Так Все Он замкнул Да 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 Туда он Дальше Не должен Ехать Он уже В принципе Все Там Помыл Все Все Замкнул Контур И смотрим Что дальше Будет делать Все Пошел Мыть его Вот видно Друзья Он Мочит Видно Немножечко Да На камеру Что Это Средний Режим Смачивания В принципе Можно поставить Меньше Если у вас Ламинат Или еще Что-то В принципе Мне По плитке Можно поставить Достаточно Большой Режим Смачивания Потому Что Плитки Это Не так Критично Так Вот Нашел Кресло И Обходит Его Со всех Сторон Объезжает Аккуратненько Ничего Не царапает Очень Корректно Работает То есть Насколько Возможно Он прям Проходит И очень Корректно Работает Все Прошел Так Проходим Стол Столик Также Он туда Заглядывает Понимает Что он Туда Не Проходит Он Делает Контур Замыкает Контур Как Фотошоп Это Друзья Как Фотошоп Замыкает Контур Вот Он Как Начал С Этого Кресла И Вот Он Сейчас Замкнет Контур Все Вот Друзья Кстати Застарелое Пятно Он Его Почти Размочил Возможно Третий Раз Если Пойдет По Этому Месту То Размочит Вот Тоже Застарелое Мочит На Средней Скорости Вполне Хорошо Мочит Нормально Вот Друзья Застарелое Пятно Но Оно Прям Такое Я думаю Что Он Не Возьмет То Есть Вот Такие Застарелые Липкие Пятна От Чего Такого Сладкого Я думаю Что Он Не Возьмет Но В принципе Это От него И Не Требуется Посмотрим Кстати Вот Под Цветком Он Убирает Там Листья Слишком Большой Для него Похожий Листок Хотя Наверное Съел Так И вот Наедет Ли он На шторы Или нет Посмотрим Видите Шторы Какие Они Практически Лежат За полу Ну Нет Он В принципе Проезжает Нет Не Застрял Немножко Двигает Вдвигает Но Не Застрял Немножко Так Он Корректно Подвигает Так И Смотрим Последние У нас Шторы Они Совсем Лежат Смотрите Они Совсем На земле Лежат Посмотрим Как Он Справится То есть Это Вообще Для него Очень Сложная Задача Будет Потому Что Они Лежат Прям Как Тряпка На полу Спутается Надо Их По сути Немножко Укоротить Эти Шторы Хотя Сантиметров На пять Ну Нет Не Застрял С Тюлем Проблем Нет Тюль Более Короткий Тюль Он Вообще Даже Ничего С ним Не делает Объезжает А вот Эти Шторы Конечно Попадал Да Сейчас Конечно Он Будет На них Наезжать Он Не Видит Да Нет Справился Вот Сейчас Смотрите Вот Видите Засосал Засосал Надо Вот Так Убирать В сторону Вот Даже Вот Так Можно Сделать Смотрите Вот 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 Так И Они Уже Не Будут Мешаться Под Столом Все Прошел Практически Это Точно Значит Где-то Он Тряпка Отсутствует Нуждаюсь В установке Швабры Да Так И вот Видите Сколько Он Пыли Собрал То есть Он Собрал Листья Очень Много Пыли Собрал Вот Это Все Сейчас Мы Проверим Как Будет Работать Режим Самовсасывания Так Воду Сейчас Посмотрим Сколько Потратил Воду Воду Он Потратил Практически Всю На Нашу Площадь 85 Квадратов Мы Заливали Полностью Вот И Средняя Интенсивность Подачи Воды Была Возвращай И Сейчас Будем Еще Да И Сейчас Будем Смотреть Как Он Туда Засосет Все Это Дело Освещение Тут Не Очень Хорошее Одна Лампочка Но А Тут Не Включено Включено Но Все Без Проблем Он Должен Найти Разворачивает Почти Марсоход Смотрите Как Интересно Он Паркуется Пополняю Запасы Энергии Отлично Друзья В общем Теперь Пыль Будем Сюда Примещать Так Для Этого Для Этого Нажмут На Эту Оранжевую Кноту Так Подожди Сначала Ты Уже Нажал Нет Вот Смотрите Мы Раздел Сбор Пыли Вот 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 Это Да Ты Уже Нажал Наверное Ничего Сейчас Покажем Где Это Наход Страхово Конечно Да Ладно Как Пылесос У нас Пылесос Не Не Ожидал Я Тоже Не Понял Что Ты Нажал То Есть Вот Мы Заходим В Приложение И Вот У нас Раздел Сбор Пыли Здесь Можно Запрограммировать Собирать Пыль После Уборки Один Раз Собирать После Уборки Дважды Я Так Понял Что Если Раз Допустим После Уборки Четырежда То есть После Четырех Уборки Он Будет Пыль Собирать Но Я Буду Пользоваться Вот Режимом Никогда Не Собирать И Вручную Уже Сам Буду Контролировать Когда Мне Убрать Пыль Сейчас Кстати Посмотрим Что У нас Там Друзья Давайте Посмотрим Сейчас Что Он Собрал Сейчас Мы Его Выгоним И Остановим Посмотрим Его Фильтр Давай Нет 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 Зачем Ты Нажимаешь На Это Он Выезжает Сам Ну Да На Эту Да Сейчас Да Останавливай Так Не Вижу Где А Вот Сейчас Смотрим Не Могу Одной Рукой Открыть Может Помочь Так Это Мы Не тот Раздел Открыли Вот Все Пау Вообще Это Мы тот Открыли Тот Да Правильно Открыли Вот Друзья Смотрите То есть Практически Ну Да Ну Чисто Там Мелкая Какая То есть Тут У нас Пыли Никакой Уже Нет Так Друзья По приложению Сейчас Мы с вами Посмотрим Так Друзья По приложению Мы с вами Посмотрим Вот сейчас Мы Заходим Приложение У нас Карта Уже Отрисовалась И Значит Что тут у нас Быстрые настройки Это у нас Команда на зарядку Команда на уборку А тут сверху У нас идет Индикация Да Что он полностью Заряжен Тут Тут Есть Режим То есть Программы Настройки Самой программы Google Ассистент Можно настроить Общий доступ Создать группу Так сказать Для удобства Доступа К Программе Тут У нас Показывает Последняя Площадь уборки То есть Мы сегодня Убирали Детскую Вот он 12 квадратов 13 минут Убрал Так Это Как бы Статистическая Такая Информация Потом Так Предпочтение В уборке Можно Сразу Настроить Что нам Нужно Средний Высокий Или низкий Уровень Воды Можно вообще Предотвратить Подачу воды Уборка Только мытье Только уборка Можно выбрать Пользовательский Режим Мытье В форме буквы Y Я еще Не пробовал В принципе Он и так Хорошо справляется Тут режим Карты Очень Интересный Режим Что еще Тут интересно Мне больше Интересно Пользовательское Редактирование Карты То есть Тут можно У нас С вами Подредактировать Если он Что-то Неправильно Выбрал Ну Хотя Он у нас Все полностью Правильно Понял Для меня Тут Больше Востребован Порядок Уборки То есть Можно выбрать Порядок Уборки Допустим Сначала Я хочу Чтобы он Ехал В детскую Потом В спальню Потом В ванну Потом В гостиную И В самый Последний Момент Чтобы он В тамбуре Убирал И сохраняется И в следующий раз Он уже У вас Будет Ехать Непосредственно Вот По этому Месту Плюс Можно Допустим Выполнить Сброс Можно Чтобы он Заново Построил Карту Можно Поменять Имя Вот Мы видим Что Мы можем Поменять Или свое Имя Нажать Можем Объединить Несколько Контуров Один То есть Вот мы Выбираем Допустим Гостиная И еще Какой-то И объединить Он Объединиться Либо наоборот Разъединить Мы Вот И Делать То есть Разделение Можно Его менять Вот так Вот поставить Вертикально Можно Разделить На несколько Частей То есть Можно сделать Один контур Какой-то То есть Который Нужно Нам Запретить Ну В общем По-разному Я не пользовался Потому что Все у меня Тут нормально С этим Делом Пользовательское Редактирование Карты То есть Вот я Взял Эту Карту Разделил Ее Вот сначала Вот так Потом Вот эту часть Вот так Разделил И вот эти Две части Объединил У меня Получилась Вот отдельная Зона С гостиной И теперь Я могу Во-первых Порядок Назначить Да Порядок Вот тут Тоже вы можете Порядок уборки Назначать Какую И прям Тыкать По какой Схеме Она будет Идти Вот То есть Вот допустим Сейчас я Перенастраил Перенастроил Допустим Первое Это у нас Пусть Детская Потом Идет Спальня Никак Я не попаду Давай Спальня Ванна Потом У нас Зона Зал Гостиная Тамбур Вот Сохраняю Все Тут мы Сохранили Тут можно Кстати Переименовать Вот это Зона Зона Кухни Вот Допустим Так Так Тут Кухня Подтвердить Все Она у меня Изменилась В область Кухни Вот И теперь Чтобы Эту зону Допустим После обеда Мне Ну там Крошки Какие-то Будут Или еще Что-то Я могу Перейти Вот В режим Таймера Вот И тут Значит Выбрать Позицию Уборки Вот Она у меня Выбрата Видите Гостиная Она у меня Горит Вот А Количество Уборки То есть Сколько раз Нужно пройти Один Или два Раза Уровень Воды Ну я Вот Низкий Сделал Всасывать Режим Уборки Пылесос И мыть Пол Я поставил И повторить Только один раз А можно повторить Смотрите Как То есть Можно Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Сделаем Подтвердить И поставить Допустим Ну вот Мы Где-то Вот В 14 14 Так 14 17 Уже Точно Она Пойдет То есть Мы уже Пообедали Соответственно Можно Вот так Вот сделать После обеда Сохранить Можно еще Сделать То же самое Только вечером Чтобы она убирала Или наоборот Вечером Поставить Уже После того Как мы Поужинали Чтоб Все крошки У нас Убрались То есть Это режим По таймеру Такое Так сказать У нас Обязательно Нужно Выделить Дальше Управление Комнатой Тут Как раз У нас Идет Управление Этажами Можно Выбрать До трех Этажей То есть Вот Несколько Карт Составляет Видите Карта Разная Вот Такая Такая Можно Допустим Эту Сейчас Этаж Второй Эту Этаж Там И так Далее Вот То есть Три Карта У вас В режиме Можно Разные Их делать И с разными Работать Даже При Одно Дальше 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 Сбор Пыли Сбор Пыли Я вообще Вручную Пока Сделал Когда Сам Захочу Можно Один раз После Уборки Собирать Пыль После Уборки Два Раза Три Раза Четыре Раза Но Избыточно Он За один Раз После Уборки Хорошо Убирает Можно Один раз Поставить И все Так Запись Тут Режим Записи Мы Смотрим Всю Статистику Вот Когда Он Последний Раз Убирал Сколько Минут И Площадь Так Голос И Громкость Понятно Даже Тут Можно Выбирать Громкость И Голос Два Режима Английский И Русский Так Переключение Помех Включать Не Беспокоить Это Соответственно Чтобы Он Не Трындел Лишнего То есть С Девяти До Двадцати Двух А С Двадцати Двух Точнее Девяти Утра Вот Он Не Беспокоит Так Это Ручной Режим Соответственно Мы Управляем Вручную Управление Расходными Материалами Тут Статистика У нас По Расходникам Вот Два Дня Он Уже Девяносто Восемь Пишет Я думаю На самом Деле Расходники Подольше Походят Специально Тут Сделано Так Почаще Чтобы Менять Я думаю Подольше Походит Ресурс У них Хороший Так Поиск Робота Автоусиление Я не знаю Оно стояло По умолчанию И Продолжение Уборки С места Установки Тоже Мытье Вот тут Буквы Вай Он Соответственно Лучше Моет В режиме Полотера То есть Лучше Протирает То есть Он Вот так Потом Возвращается Вот так И вот так Вот идет То есть Игорька Вот Основные Все Настройки Надеюсь Все Объясним Так Ну что Глеб Понравилось Тебе? Да Да Твои впечатления Что тебе Понравилось? Мне Понравилось Во-первых Дизайн Во-вторых Мне понравилось Поведение И в-третьих Как он говорит Не понравилось Мне то Что тут Только Одна щетка Потому что Ну Все-таки Да Немножечко Эта картину Портит Но было бы Две Еще бы лучше Да И еще Мне понравилось На качестве уборки Это как-то повлияло Нет Еще мне понравилось Когда мы поднимаем Вот эту крышку Индикатор Начинает Моргать Красным А когда Опускаем Он Начинает Плавненько Вот так Моргать Оранжевым Робот Очень Крутой И Ну говорит Тоже прикольно У нас старый Не так Прикольно Говорит Да Мужской голос Понравился Тебе? Да Энтузиазм Не такой Вот у того Был То есть Тут шутки Есть какие-то Ну он Более Энтузиазма Говорит Энтузиазм Хорошо Значит давай по порядку Я тоже вот выделил Несколько Значит Этапов Если что-то добавлять Ты мне говори Окей Значит Мы первый день Только его используем Распаковали И первые впечатления Свои Делимся То есть потом Будет еще Видео По поводу Мы используем его Вот еще Больше опыта Накопим Мы будем рассказывать Дальше Ну по первым Впечатлениям Значит Во первых Дизайн понравился Действительно Хороший Он красивый Матовый Вот тут вот Он как Стекло идет Отпечатки Не остаются Пыль В принципе Как таковая Не видна Отпечатки Тоже не видно Дальше как фактура какого-то крашеного дерева под стеклом очень красиво смотрится очень модно сейчас и вот то есть по дизайну нам принципе все понравилось по функционалу мы его первый раз запустили он значит работал 70 минут 55 квадратов он у нас помыл это он сам посчитал и 40 процентов заряда он потратил то есть 70 процентов он у нас зарядился до 30 где-то он опустился каждую комнату он нашел грамотно то есть он все комнаты действительно нашел тамбур санузел зала кухня кухня гостиная потом комната детская и наша спальня это он все сделал по воде у нас средний режим был у нас тут не принципиально смачивает хорошо если допустим вас как какое-то покрытие боится можно поставить на минималке будет хорошо работать ну и на среднем он не сильно уж прям так увлажняет нам понравилось по воде он на 55 квадратов потратил пол бачка пол бачка то есть где-то на 100 квадратов я думаю при среднем увлажнении пола будет воды хватать но если там воды не будет скорее всего он что-то скажет вот потом базу определил по базе вообще нареканий нет хотя у нас тут вот по инструкции нужно чтобы полуметра было с каждой стороны вот у нас тут сантиметров 25 вот с той стороны где глеб сидит но ни разу он в принципе не как-то ну в общем он находит базу и нормально к ней паркуется причем паркуется он как будто еще как его магнитом туда подтягивает то есть он прям надежно встает то есть не было такого что он второй раз начал перепарковываться так один раз был один раз вывода ну что-то он повертел повертелся как будто еще раз может быть мне кажется первый раз 2 2 хорошо так так очень мягко и деликатно все делает то есть ориентируется в пространстве если вот у нас старый роут пылесос он постоянно стукался он мог допустим ободрать дерево как какой-то вот то вот части шпона дверей то этот очень мягко проходит все видит деликатно несколько раз он там где-то вот этим своим бампером постучался на бампере есть такая мягкая штучка чтобы не дай бог ничего не поцарапать то есть все с этим очень хорошо и плюс у него очень хороший процессор быстрый то есть он работает и не думает тут он столкнулся с препятствием он дальше едет вот наш старый робот пылесос он мог две-три секунды подумать и хотел добавить я хотел сказать что это ну правильно сказать не резиновая штучка а такой резиновый бампер резиновая накладка ну так как какой-то поролоновая такая-то накладка так это дальше потом по значит препятствия у нас ковров нету но я думаю действительно заявлено работает что он на ковре будет использовать более высокую мощность принципе ты у всех так роботов пылесос есть то есть он автоматически набирает большую мощность вот меня интересовал больше вопрос штор потому что у нас шторы они по-модному вот особенно в кухне гостиной висят то есть они практически тряпка лежит на полу и я думал как он будет себя вести в принципе если уж совсем она вот лежит на полу то он может запутаться чисто теоретически но в нашем случае не запутался ни разу один раз он их прям дергал поэтому лучше их немножко заправить туда внутрь чтобы он не наезжал на сами шторы но в остальных местах он в принципе проехал нормально то есть он их немножечко подвинул а где тюль вот он немножко свисает он тюль аккуратно вот так вот проезжал и не заезжал на него то есть с препятствиями все нормально у него получилось собирает сухие листья он то есть крупные какие-то он тоже собирает есть возможность настройки нескольких этажей но у нас один этаж поэтому и не покажем этот функционал но я думаю есть по приложению у него в принципе приложение ни разу не подтупила то есть он построил первый раз карту все комнаты определил есть значит история можно посмотреть историю уборок сколько времени он потратил как как он это сделал там видно как он где его маршрут очень можно перенастроить можно некоторые комнаты объединить если он там ошибся в комнатах либо наоборот разъединить для того чтобы индивидуально уже настроить уборку каждой комнаты то есть там можно вплоть до режима всасывания режима увлажнения количество раз уборки этой комнаты можно сделать то есть выделить какую-то область где ему нужно еще раз ходить убраться он еще раз туда сходит вот именно эту область можно настроить расписание можно настроить распорядок этих комнат то есть с как с какой комнаты он вообще будет начинать и так далее переименовать комнаты можно сделать естественно запретные зоны куда он не будет ходить то есть допустим если вы знаете что вот эти шторы он там может запутаться где-то можно ему сделать запретную зону он туда не полезет вы уже потом сами раз в неделю там уберетесь вот это все приложение очень гибко настраивает хорошо очищает фильтр тоже можно настроить по расписанию как он будет очищать каждый раз после уборки либо там раз в две уборки будет очищать либо раз в четыре уборки либо вы это будет сделать вручную через приложение вот но в принципе мы с глебом сделали вывод что после каждой уборки в принципе лучше он будет очищать очищает хорошо практически идеально очищает и кстати ты еще забыл сказать что и можно вот переходить управление и управлять как с пульта да там есть функция ручного управления вот когда мы можем как пультом управлять но как в любых пылесосах это это функции есть она иногда можно ее использовать когда локально что-то нужно убрать особенно из гибель из гибель стоит такая дорожка но тут знаешь тут можно сделать вот именно зону ты можешь прям на карте определить зону и не надо тебе вручную тыкать он сам в эту зону приедет уберет и уедет да кстати можно обозначить вот площадь чтобы он ее убирал как на старом столом делали по поводу индикации очень красиво мне понравилось индикация тут все подсвечивается в разных режимах разным цветом сейчас розовеньким у нас таким оранжевым горит видите вот что-то мы делаем он уже индикацию меняет мы еще привыкнем к цвету все поймем как что за что отвечает но тут ничего не меняется меняется он когда настраивался он другим цветом был то ли синеньким то ли еще что-то он мигал по-разному то есть индикация то эти одновременно две кнопки мигают то одна мигает то есть тут очень папа лего блок когда выключается тоже так ну хорошо так ну наверное из плюсов что еще хочет добавить все все ну он знаете как зона начинает вот по поводу уборки он даже вот большую комнату он делит на зоны и делает контур то есть он полностью замыкает контур проходит его если он видит там какой-то допустим предмет типа кресло еще что-то он начинает его полностью обходить пока он его не обойдет он дальше не пойдет контур замкнулся и он начинает уже в середине контура промывать центр все он промыл потом он пошел дальше контур ищет вот очень хорошо ориентируется в пространстве то есть он когда комнату помыл он едет целенаправленно в проем он даже вот не думает он прям едет в дверной проем и экономит этим свою энергию и ресурсы скорость уборки вот по поводу ориентации в пространстве в принципе вопросов нету то есть он все прошел я думал сначала в каких-то местах что-то возвращался потом обратно но скорее всего он строил карту вот из минусов из минусов то что ну естественно это робот-пылесос он не заменит вам ручной какой-то швабры или еще что-то более такого профессионального средства то есть какие-то застарелые старые пятна допустим старое пятно от меда да или там какой-то сладкий чай он вам не уберет вот сколько раз он там будет ехать и он не уберет это нужно убирать вручную и бывает что какие-то пылинки еще что-то он бывает их тоже сдувает вот этим своим напором воздуха на то место где он уже убрался вот тоже бывает такое но не часто вот а в остальном я минусы пока не нашел то есть мне в принципе все нравится сейчас а я про минусы вообще я вообще ноль минусов нашел пишите комментарии ставьте обязательно лайк за обзор потому что скорее всего наш обзор будет первым потому что мы я не нашел больше на эту модель обзоров по крайней мере на нашем интернете поэтому обязательно оцените наш труд вот с глебом всем пока и до новых встреч всем пока